Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Всем привет! Сегодня мы расскажем о самой маленькой BMW современности. Речь пойдёт о первом поколении BMW первой серии. Итак, надёжен ли этот автомобиль и не разорит ли его содержание? Встречаем! Самый бодрый и продаваемый сегмент автомобилей в Европе – это «Гольф-класс». Премиальные марки, такие как BMW и Mercedes в 2000-х годах, до 2000-х годов, не интересовались этим сегментом, а затем зашли в него. И компания BMW не стала изобретать велосипед. И в основу вот этой первой серии легла тройка E90. И это самое интересное, потому что «Гольф» и машины этого класса получили конкурента с задним приводом и продольным расположением двигателя. Конечно, по вместительности салона эта особенность определила единичку в аутсайдеры класса. При длине 4,4 метра моторный отсек получился огромным. Но зато единичка радует своей азартной управляемости, а самые преданные фанаты и поклонники получили возможность купить хэтчбэк с рядными «шестёрками». BMW первой серии вышла на рынок не только в вариантах кузова с тремя и пятью дверями, но есть ещё вариант купе. Причём купе есть с тентовой крышей и тесным задним рядом сидений. А с 2007 модельного года стали доступны рядные турбошестёрки мощностью более 300 л.с., а почти в конце уже выпуска этого поколения стала доступна версия 1М мощностью 335 л.с. В общем, BMW первой серии – это «Гольф-класс» с дымным ароматом баварской сосиски, а не какой-то скучный хэтчбэк. Давайте рассматривать все слабости этой машины, чтобы определить их заранее, а не тогда, когда может встать уже поздно. С кузовом у BMW первой серии всё в порядке. Ржавчина не проявляется и не цветёт даже в самых распространённых местах. Ржавчина лишь появляется в тех местах, где песок сильно посарапал слой краски. Но для успокоения перед покупкой автомобиля лучше заглянуть в те места, которые скрыты от глаз, а именно в колёсной арке, а именно под пластик. Также лучше посмотреть машину на подъёмнике, но ничего криминального, скорее всего, вы там не увидите. Стёкла боковых зеркал на этих машинах расслаиваются, если можно сказать, ржавеют. То есть влага попадает под зеркальную поверхность и там остаются несмываемые разводы. Эти стёклышки можно поменять. Оригинальные стоят 120 долларов за штуку, но заменители, естественно, в несколько раз дешевле. Практически стопроцентная болячка BMW первой серии – это задний стеклоочиститель. В его редуктор попадает жидкость стеклоочистителя, которая подаётся к форсунке. А вода подаётся к форсунке через вал, который приводит дворник. Когда сальник вала изнашивается, то вода попадает в редуктор. Иногда она даже вытекает из него и попадает на обшивку задней двери багажника. Ситуация усугубляется ещё и тем, что вал корродирует и ещё больше повреждает сальник. И в таком случае раз и навсегда решить вопрос с утечкой практически невозможно. Вообще процесс развивается так. Сначала дворник перестаёт работать, затем владелец разбирает корпус редуктора и обнаруживает коррозию на заклинивших тягах редуктора. Срезанные червяком зубья на пластиковой шестерне, залитый водой электромотор, как правило, всё ограничивается только проблемами с тягами в паровозном редукторе. Но коррозию можно счистить, а затем всё обильно защитить смазкой. Ну а через сальник вода будет продолжать проливаться. Вообще новый привод оригинальный стоит 280 долларов, а есть заменитель в 2-3 раза дешевле. Ну, как вы уже успели заметить, привода здесь у нас нет. А вот с передними стеклоочистителями практически никаких проблем не случается. Если они забарахлили, то надо поменять управляющие реле. А ещё здесь ослабевают вот эти пружины. Ну, то есть если они ослабевают, то дворники будут прижиматься к стеклу слабее. Одна из фирменных болячек BMW – это появление воды в салоне. Симптом простой – намокшие коврики. Вода буквально льётся сюда из дверей, где плохо прикреплена шумо- и гидроизоляция. Так вот, она неплохо прикреплена была на заводе. Её просто кто-то снимал и плохо прикрепил. И гораздо реже вода на ковриках появляется из-за того, что сочится через технологические отверстия в моторном щите. Ну, например, через уплотнение троса замка багажника. Вдобавок влага может проникнуть в боковые ниши багажника через вентиляционные решётки, которые находятся за щеками бампера. Влага туда попадает по периметру решётки. Проблема решается герметиком, то есть его надо наносить под пластиковые рамки решёток. BMW первой серии в зависимости от комплектации оснащалась двумя типами магнитол – Professional и Business. Вот в данном случае у нас бизнес. Так вот, на дисплеях этих магнитол частенько появляются засветки, а также выгоревшие пиксели. Ну, в таком случае приходится как-то менять дисплей, либо же блок магнитолы целиком. Если BMW первой серии вдруг окажется обесточенной, то оживить её можно сильным ударом под бардачок. Именно здесь находится блок предохранителей, который соединён с плюсовым проводом с слабенькой накидной клеммой. Так вот, эту клемму лучше заменить на наконечник с винтовым соединением, тогда и контакт пропадать не будет и не будет подгорать. Кстати, трос капота на этих автомобилях нередко лопается. Он состоит из двух частей. Эти обе части соединяются в пластиковой коробочке под капотом. Так вот, заменить можно любую из этих двух порванных частей. Все бензиновые двигатели BMW первой серии были совершенно новые на 2004 год. Это агрегаты N-серий. У них алюминиевый блок цилиндров, а также высокая рабочая температура. Естественно, эти двигатели требуют качественного масла. И все бензиновые двигатели единички отторгают это самое масло, ну можно так сказать, пропуская его через все возможные уплотнения. А если ещё допустить закоксование поршневых колец и пропустить проблему с вентиляцией картера, то этот двигатель, то есть эти двигатели, будут жрать масло на угар. Кстати, код двигателя присутствует на табличке с ВИН-кодом. Так проще идентифицировать его, если вы не особо знакомы с маркой BMW. У нас здесь двигатель N46B20. Итак, базовые двигатели на момент дебюта этой модели в 2004 году, то есть базовые бензиновые четвёрки, это N45 и N46. N45 объёмом 1.6 и N46 объёмом 2.0. У обоих этих двигателей два фазорегулятора VANOS. У младшего нет бездроссельного впуска ValveTronic, а у старшего ещё имеется блок балансирных валов. Эти двигатели надёжны и ресурсны, но их сложные системы очень требовательны к качеству масла и могут преподнести кое-какие неприятности. Например, из-за масложора может прогореть один из впускных клапанов. Ну и также можно сказать, что масло с удовольствием будет капать в цилиндры через задубевшие маслосъёмные колпачки. Ну и к слову, цепи ГРМ у них выхаживают еле-еле 150 тысяч километров, но зато просто меняются без снятия передней крышки. Ну, к слову, передней крышки просто нет. Кстати, у нас на канале есть подробнейшие разборы двигателей N45 и N46. Советуем их посмотреть. Ну а чтоб этот двигатель отлично работал, ему подойдёт полностью синтетическое моторное масло Rolf GT 5V30. Оно рекомендовано к применению как для бензиновых двигателей, так и для дизельных двигателей с высокими техническими характеристиками, в том числе и с турбонаддувом, и с системами нейтрализации отработавших газов. Моторное масло Rolf можно применять как для новых двигателей, так и для двигателей с большим пробегом. Оно придаёт превосходные низкотемпературные эксплуатационные свойства и имеет улучшенную защиту от износа, продлевая срок службы двигателя и его узлов. Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность масла Rolf минимизирует образование отложений шлама. А самое главное, это масло соответствует требованиям ведущих мировых производителей. Поэтому я рекомендую вам заказывать моторное масло Rolf по ссылке, которую я вам оставил в описании, либо же сканируйте QR-код на экране. В 2007 году после рестайлинга появился новый мотор N43. Этот двигатель познакомил фанатов BMW с непосредственным впрыском. Он предлагался на рынках, на которых качество бензина не вызывает сомнений. Фактически это тот же N45, N46, только с новой ГБЦ, в которую вставлены вертикально четыре форсунки непосредственного впрыска. И системы Veltronic там нет совсем. Она не влезла. На сегодняшний день этот мотор много хлопот не доставляет. Ну, на самом деле, проблемы все те же. А вот дорогие проблемы с форсунками и ТНВД уже ушли в прошлое. И, кстати, у нас на канале есть подробный обзор этого мотора. Обязательно посмотрите. Рядные шестерки под капотом первой серии представлены мотором N52 с реальным рабочим объемом 3 литра. Больше всего лошадок этот мотор выдавал на дорестайлинговом пятидверном хэтчбеке. А версии 125 и 128 и это купе Е82 и кабриолет Е88. N52 это увеличенный до шести цилиндров N46. Ну, и, разумеется, без балансирных валов. Но, соответственно, проблемы у него те же. Высокая температура термостатирования быстро приканчивает масло, быстро дубеют массосъемные колпачки. Также CMGRM растягивается. Есть проблемы с системами DISA и ValveTronic. Также есть проблемы с системой вентиляции картерных газов и проблемы с электрической помпой. Но, естественно, это все не случается одномоментно. Но раз в 300 тысяч километров потребует вмешательства. На основе двигателя N52 были созданы два более горячих двигателя. Битурбированный N54 и турбированный N55. У него, кстати, турбокомпрессор типа Twin Scroll. Так вот, на нашем канале есть подробнейший обзор двигателя N55. Рекомендуем к просмотру. Нельзя сказать, что это плохие двигатели, но обычно их история заканчивается тогда, когда владелец не может обеспечить им нормального и дорогого обслуживания. Ведь все дорогие проблемы с форсунками и ТНВД остались в прошлом, потому что производители предложили более надежные компоненты. А у N54 со временем еще улучшали турбины. В общем, при нормальном обслуживании этот двигатель пройдет 300 тысяч километров, если владелец не будет этому препятствовать. Ну а теперь о дизелях. Единичка BMW довольствовалась только четырехцилиндровыми дизельными двигателями. Итак, до середины 2007 года было только две дизельных модификации с турбодизелем М47. У этого двигателя чугунный блок, цепной привод ГРМ и топливная система типа Common Rail. Это очень надежный двигатель, полумиллионник и может даже быть миллионником, если к нему внимательнее относиться. Из проблем у него только вихревые заслонки, которые могут отвалиться и нанести вред цилиндрам. А цепь ГРМ у этого двигателя ходит 300 тысяч километров. В принципе, топливная система тоже, но зависит это все от качества топлива. После рестайлинга BMW первой серии перешла на новый турбодизель М47. У этого двигателя привод ГРМ переехал к маховику, цепи стали хлипкими и едва выхаживались 200 тысяч километров. Так вот, на рубеже 2010 года этот двигатель кошмарил своих владельцев обрывом этих самых цепей. Ведь раньше двигатели BMW себе такого не позволяли. И у этого двигателя алюминиевый блок цилиндров лопался от перегрева. Этот двигатель более нагружен и форсирован, и поэтому относиться надо к частоте радиаторов очень серьезно. Вихревые заслонки у него менее хлопотные и не грозят попаданием в цилиндры. Ну и как у любого другого трубодизеля, надо впускной коллектор снять раз в 200 тысяч километров и почистить от сажи и грязи. А самая мощная версия единички 123D оснащена битурбированной версией этого двигателя. В общем, очень бодрый двигатель, который не доставляет особых проблем. Ну и отметим, что у обоих дизельных двигателей очень дорогущие варианты демпферных шкивов. Оригинал для M47 стоит 700 долларов, а для M47 – 420. На BMW первой серии первого поколения устанавливали две шестиступенчатые автоматические трансмиссии, американскую GM6L45 и немецкую ZF6HP19. Так вот, американская GM6L45 чаще всего встречается с двигателями бензиновыми N45, N46 и N52. Неплохая трансмиссия, но чаще на BMW единички встречается ZF6HP19 и она служит дольше. 6L45 более капризная. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, у нас хорошие новости. Теперь в «АвтоСтронге» вы можете купить не только качественные БУ запчасти, но и абсолютно новые. Так что звоните, пишите нам в мессенджеры, а также заходите на наш сайт и заказывайте. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Напорная трубка системы кондиционирования проложена вдоль правого лонжерона. Ориентир – вот эта вот заливная горловина стеклоочистителя. Именно глубоко под горловиной и находится эта трубка. Трубка отгорожена от выпускного коллектора тепловым экраном. В этом месте собирается грязь и влага, которая обычно потом приводит к коррозии вот этой алюминиевой трубки с образованием отверстий. А отверстия образуются вблизи датчика давления системы кондиционирования. Трубка дорогущая, да и снятие и установка – дело хлопотное. Так вот, чтобы с такой проблемой не столкнуться, надо превентивно очищать грязь вокруг нее на лонжероне. У дизельных версий единичек в арках предусмотрены крышки. Крышки работают как заглушки и препятствуют попаданию грязи на лонжерон. Крышка оригинальная стоит 15 долларов. Ее можно установить и в бензиновую версию. На многих единичках загорается и не гаснет индикатор уровня, омывающей жидкости. Чтобы решить эту проблему, надо поменять датчик на новый. Оригинальный стоит 15 долларов. Есть заменители, которые дешевле. Блок управления вентилятором установлен на самом вентиляторе. Это штатная болячка BMW. Слой герметика разрушается, и провода, припаянные контактом, отрываются. Чтобы с такой проблемой не столкнуться, надо превентивно пропаивать контакты, а также превентивно нанести новый слой герметика взамен старого. В системе охлаждения бензиновых двигателей N45, N46 и N47 есть дополнительная электрическая помпа. Она служит для увеличения циркуляции теплого антифриза. Так вот, если эта помпа выходит из строя, то производительность печки при хорошо нагретом двигателе снижается. Ещё благодаря этой помпе печка после остановки двигателя греет минут 20. На отказ этой помпы указывает соответствующая ошибка. Вообще, эта электрическая помпа легко ремонтируется. Надо лишь заменить щётки её коллектора. Аккумуляторная батарея «Единички» установлена в багажнике. Плюсовые провода тянутся к моторному отсеку вдоль правого борта, проходят через заднюю арку, и вот в этом месте сделаны резьбовые клеммы. К ним подключаются алюминиевые провода здоровенного сечения. Так вот, обжимные наконечники, в первую очередь, наконечник силового провода, обламываются. И тогда автомобиль будет открываться, будет включаться зажигание, но стартер автомобиль не запустит. Эти наконечники, естественно, ремонтируются. Можно просто поменять обжимной наконечник. Эти наконечники надо защищать густой смазкой. Были, кстати, неприятные случаи возгорания автомобилей. Также из-за ухудшения контакта в этом месте может барахлить электроника. В частности, моторчик ValveTronic может работать вяло. Периодически на BMW первой серии встречается неравномерный износ тормозных дисков и колодок. А это говорит о подклинивании суппортов, а также об износе направляющих. Так вот, чтобы с такими проблемами не сталкиваться, либо чтобы избавиться от такой проблемы, надо профилактически менять ремкомплект с добавлением смазки. Датчики скоростей вращения задних колес, они же датчики ABS, считают показания вот с этих металлических колец. Так вот, со временем эти металлические кольца корродируют и разрушаются. После этого автомобиль начинает дергаться из-за срабатывания антипробуксовочной системы, а также и вся ABS может отключиться. Новые такие кольца продаются в оригинале только вместе с полуосями. И лишь один неоригинальный производитель предлагает вот такие кольца. Новые отдельно. Их можно заменить. Ну а если вышел из строя датчик ABS, то его можно диагностировать фирменным сканером. Передняя подвеска у BMW первой серии заимствована у E90. Здесь стойки McPherson и, традиционно для BMW, нижний рычаг разделен на два. Здесь по шаровой опоре и сайлендблоку. Оригинальные рычаги стоят 120 и 160 долларов. Естественно, заменителей много. Оригинальные рычаги выхаживают легко 150 тысяч километров. Стойки стабилизатора стоят по 35 долларов. Опорные подшипники по сто. В задней же подвеске по пять рычагов на каждое колесо. Слабое место здесь – плавающие сайлендблоки. Плавающие сайлендблоки установлены на соединении кулаков и нижнего рычага, на который опираются пружины. При износе эти сайлендблоки очень сильно скрипят. Стоимость оригинала – 70 долларов. Остальные сайлендблоки к рычагам в оригинале отдельно не продаются. Их можно купить с рычагами в сборе. Стоимость рычагов от 90 до 200 долларов. Но детали-заменители те же самые сайлендблоки и рычаги неоригинальные стоят гораздо дешевле. Задние амортизаторы крепятся к рычагам через резиновые подушки. Обычно эти опоры служат меньше, чем амортизаторы, потому что на них влияет грязь, реагенты и так далее. И вот это вот все разрушает их демпферы. Оригинальная такая опора стоит 70 долларов. За 7-10 лет эксплуатации пружины задней подвески заметно проседают. Но никто их, естественно, не меняет на оригинальные, потому что стоимость оригинальной – 330 долларов. Заменители раз в пять дешевле. Задний редуктор служит обычно хорошо, но при больших пробегах может загудеть из-за износа подшипников. Чтобы продлить ему жизнь, надо хотя бы раз в 100 тысяч километров менять масло. Это очень актуально для версии с шестицилиндровыми двигателями. При больших пробегах может завыть и задняя крестовина карданного вала. И в этом случае лучше отвести карданный вал в специализированную мастерскую для замены задней крестовины. Как вы поняли, BMW первой серии довольно-таки противоречивый автомобиль. Но, тем не менее, у него много поклонников. И, как вы понимаете, эта машина нуждается только в квалифицированном обслуживании, которое обойдется дороже, чем у других моделей Гольф-класса. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».